Мировая дорогая церковь, закончилось лето, осень пришла, а значит закончились циклы проповедей на свободную тему. И мы начинаем новый цикл проповедей, основанный на книге «Откровение». Книга «Откровение» — это интересная, уникальная, часто малопонятая, загадочная книга. Когда Жан Кальвин писал комментарий на книги Библии, на каждую книгу, он дошел до книги «Откровение» и не стал писать. И объяснял он это тем, что если я этого не понимаю, я этого не могу учить другим. Я думаю, это честный подход. Тем не менее, книга «Откровение» — это часть Священного Писания, и если мы будем ее изучать, читать, мы будем получать благословение. Сама книга «Откровение» говорит о том, что если мы ее будем читать, мы будем получать благословение. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанного в нем, ибо время близко». Обратите внимание, что эту книгу надо не просто читать дома, а по ней надо проповедовать. Слово «читающий» в каком числе? Единственное. А слово «исполняющие» — множественное. Значит, эту книгу надо не просто читать, а ее надо проповедовать. И у нас начинается новый цикл проповедей, и будет семь проповедей, связанные с этой книгой. Но проповедовать мы будем не о всей книге. Мы будем говорить только о первых нескольких главах. Книга состоит из нескольких частей. И вот первая часть — это послание Иисуса Христа семи церквям. Мы о этих семи церквях и будем говорить. Поэтому сегодня мы начинаем новый цикл, новое послание. И первое послание — это «Ангелу Ефесской церкви». Это послание очень короткое, поэтому я его зачитаю всего полностью. «Ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал в тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела твои. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места сего, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухода слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от грева жизни, которая посреди рая Божьего. Каждый раз, когда Иисус Христос обращается к церквям, в каждом из посланий есть уникальная черта самого Иисуса Христа, о которой мы читаем в первой главе. Сюжет первой главы такой, что воскресенье Иоанн, который находился в Южной Сылке, по обыкновению молился, и случилось необыкновенное действие. К нему явился его любимый учитель, в результате чего он упал, после, когда к нему обратились, он повернулся и хотел рассмотреть, кто же к нему говорит. И когда мы начинаем читать первую главу, вот что мы видим. «И обратился я», это слова Иоанна, «чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной и обратившись, увидел семь золотых светильников. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». В каждом определенном элементе есть определенное значение. Когда в послании к Ефесянам Иисус говорит о том, что «я держу семь звезд и хожу среди семи светильников», в данном случае указание на то, что Иисус является главой церкви видимой здесь на земле и невидимой вселенской церкви. Христос является глава церкви, и поэтому только Он имеет право распоряжаться с тем, что происходит в самой церкви. Каждые семь посланий имеют определенную структуру. И в каждом послании Христос кого-то за что-то хвалит, кроме Ладийкийской церкви, и за что-то понуряет, кроме церковь в современном городе… Как эта церковь называется? Нет, не Филадельфия. Смирская церковь. Смирской церкви Он не говорит никакого привлекания. Но вот что интересно. В каждом послании Он начинает ангелу конкретной церкви. О ком идет речь? Слово «ангел» в Библии используется по отношению к неземным существам и к земным существам. И это уникальное слово, которое можно просто перевести как «вестник». Таким образом, мы видим, что в книге «Откровений», когда Христос обращается к ангелам, Он обращается к ответственным за церковь здесь, на земле. Другими словами, Христос обращается к руководству церкви. Я думаю, что эти семь церквей или семь посланий надо проповедовать на пасторских конференциях. Но так как мы говорим с вами в церкви, есть какая-то определенная доля, что это относится ко всей церкви. Мы все зависим друг от друга. Мы все нуждаемся в друг друге. Если вы обратите внимание на карту, вы увидите, что апостол Павел в данном случае находится на острове, который называется Патмос. И пишет семи церквям, которые находятся в семи городах, это современная западная Турция, которые на самом деле существовали. И большинство из этих городов в той или иной степени существует. И начинает он из Эфеса, Смирн, Пергамфия, Тирс, Ардис, Филадельфия и Ладикия. И вот в каждой из этих церквей Христос к ним обращается. Первый – Эфес. Для того, чтобы понимать, что Христос хочет им сказать, необходимо знать особенности этого города. Потому что география, политика, экономика очень сильно влияет на толкование этих посланий. Когда Христос обращается к Эфесу и говорит, знаю твои дела, твой труд и твое терпение, эфесяне точно понимали, о чем идет речь. В чем особенность города Эфеса? Сегодня современный Эфес, это уже руины, но там есть определенное поселение, находится в примерно 10 километрах от береговой линии. Но во времена первого века нашей эры этот город находился прямо на берегу и находился в определенной бухте. И особенность Эфеса – это были такие ворота в Малую Асию, потому что с Европы корабли шли в Эфес и потом по суше доставлялись в другую часть империи. Эфес был торговым портовым городом. Если можно сравнивать, это что-то наподобие современной Одессы, куда все корабли стекаются. Ну или Сиэтла. Эфес имел бухту, но особенность этой бухты была вот в чем. Это был такой карман, куда вся морская грязь стекалась. Плюс частые оползни и коррозия береговой линии загрязняли бухту. И эту бухту надо было регулярно чистить для того, чтобы город жил. И уже к IV веку нашей эры, когда жители начали пренебрегать бухтой, экономика города начала падать, а в результате этот город просто превратился в руины. Только из-за того, что они не делали один и тот же труд. Когда Христос обращается к церкви и говорит, «Знаю твои дела, твой труд и твое терпение», евресяне точно понимали, о чем идет речь. Потому что они жили в таких условиях, где они делали одно и то же, одно и то же, одно и то же. И для того, чтобы совершать одно и то же, необходимо терпение. И Христос их за это хвалит. За что конкретно? Смотрите, ты не можешь носить развратных и испытал тех, которые называют себя апостолами. Они не таковые. Нашел, что они лжецы. И на самом деле это был продолжительный труд. Это не то, что надо было один раз испытать и все, и сказать, ну все, теперь все хорошо. Они делали это регулярно. И на самом деле я вижу, что Иисус Христос хвалит ифрескую церковь, потому что, во-первых, они знают истину, а во-вторых, они заступаются за эту истину. А для этого надо немалые усилия и смелость. Представьте сказать руководству церкви, которые называют себя апостолами, и сказать, вы лжецы. Мы вас испытали, мы нашли, что вы лжецы. Для этого, как минимум, надо смелость. Не каждый наберется смелости сказать руководителю церкви, ты лжец. И Христос их за это хвалит. Но имею против тебя. И меня это настораживает. Имею против тебя, что ты оставил первую любовь. Что такое первая любовь? Существует популярное мнение, что первая любовь – это то, что было вначале. Скажу сразу же, я с этим мнением не согласен. И вот по каким причинам. Во-первых, не всегда вначале это хорошо. Иногда в конце лучше, чем вначале. Правда? Не все христиане, которые приходят к Богу, вначале ревностны. И нельзя апеллировать к первым чувствам. К примеру, если я скажу своей жене, что давай я тебя буду любить, как я любил тебя вначале. Она, наверное, я так предполагаю, скажет, что опять все сначала? Потому что сейчас у нас отношения гораздо, гораздо лучше, чем были как вначале. Поэтому нельзя апеллировать, что якобы первая любовь – это что-то особенное. Во-вторых, Библия нигде не говорит, что любовь делится на первое, второе и пенсионное. Любовь есть любовь. Правильно? А в-третьих, послушайте вот о чем. Где здесь логика? Если Библия нас призывает к духовному росту, почему именно в Ефесе он говорит, вернитесь с вашего положения и вернитесь в это детское состояние? Нет, друзья мои, не об этом речь. Дело не в том, что вначале вы такие ревностны. Иногда можно быть ревностным, очень целенаправленным, активным, но делать не то, что надо и не тому, кому надо. Тогда о чем идет речь? О чем идет речь на самом деле, когда Христос говорит «Имею против тебя что-то»? Греческое слово «про тен», которое используется. Надо сказать, что в Новом Завете оно используется в двух вариациях. Первое – это в числительном, когда первое, второе, третье – в порядковости. Такие есть примеры. Также это слово используется не просто в порядковости, а в значимости. Первый – в значении главной. И второй элемент, который я хочу вам привести, это ближайший контекст, когда эти слова используются. Первый раз это слово используется в Откровении 1.17. «И когда я увидел, кто пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня деснице свою и сказал мне, не бойся, я есть первый». И он говорит, вот кто я. Я первый. И второе, когда это слово встречается, это ближайший текст, Откровение 2.8, ангелу с миротской церкви напиши так, так говорит первый. Поэтому я вот какой делаю вывод, что слово «оставить первую любовь» значит оставить главный объект любви. Я повторю, оставить первую любовь – это оставить главный объект любви. Кто же этот, который является главным объектом нашей любви? Кто же он, который нас здесь собрал? Кто же он, что у нас таких разных, поднимающих руки, не поднимающих руки? Которым нравится такая музыка или не такая музыка? Которым нравится прохлада или которым нравится жара? Кто же он, что он нас собирает в одну удивительную организацию, которая за две тысячи лет, что только не было в истории этой церкви, она по-прежнему существует? Кто же он? Хочу, чтобы мы с вами поговорили на самом деле, кого мы на самом деле любим. Один американский политик, как Букер, кстати, он является, по вероисповеданию, баптистом, сказал интересную мысль. Он сказал, окружающий мир – это не столько существующее положение вещей, сколько отражение того, кем мы являемся на самом деле. Я повторю, окружающий мир – это не столько существующее положение вещей, сколько отражение того, кем мы являемся на самом деле. Наше отношение к миру ничего не говорит о самом мире, но многое говорит о нашем характере. И он рассказывает свою историю. В 90-х годах он закончил Ельскую школу права, он был молодым юристом, и переехал жить в Нью-Арк, это штат Нью-Джерси. И поселился на самой бандитской улице, это улица Лютера Мартина Кинга. И его мама сказала, тебе надо демонстрировать любовь Иисуса Христа окружающим людям. И он подумал, как я это могу сделать? И решил оказать юридическую бесплатную помощь во имя Иисуса Христа одной женщине, которая жила на пятом этаже в здании без лифта. Учтите, что это середина 90-х годов. Кто приехал в 90-х годах, может представить, что творилось в американском городе на улице Мартин-Дютер Кинг. И он говорит, я переступал через эти мешки мусора, поднимался на пятый этаж лестницы. Но надо показывать Иисуса Христа, правда? Стучится женщина, и она открывает, что вы хотите. Я хочу вам помочь. Вы хотите мне помочь? Да, мэм, я хочу вам помочь. Я молодой юрист, я закончил ель, я хочу вам помочь. И она говорит, юноша, иди за мной. И вот они вместе переступают эти мешки, спускаются на первый этаж, выходят на тротуар, подходят к перекрестке, она говорит, если ты хочешь мне помочь, скажи мне, что ты видишь. Он говорит, я не понял, о чем речь. Говорит, мэм, что вы имеете в виду? Она говорит, просто говори, что ты видишь. Но что он видит? Граффити, притон, бомжи, разбитый таксофон, мусор, грязь. Он просто начал перечислять то, что он реально видит. Она разворачивается и уходит. Он говорит, стойте, 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 что не так? И вот, что он ответил. Ты видишь ровно то, что находится у тебя в сердце. Если ты действительно хочешь показать Христа, он должен быть у тебя в сердце. Потому что ты видишь только то, что есть в самом тебе. Ты не можешь увидеть того, чего нету в тебе. Друзья мои, что бы увидел Христос, посмотрел на улице Мартин Лютер Кинг по сторонам. В то время, когда мы с вами видим грязь, мусор, бомжи, что видит Христос? Нивы побелели. Христос видит надежду. Христос видит, что есть выход. Вот что видит Христос. Но то, что находится внутри нас на самом деле, то мы и замечаем. Те слова и говорим. Мы не можем сделать других поступков, которые не находятся у нас внутри. То, чем мы не живем. Кем же был Иисус Христос, что мы о нем так много говорим? Вы знаете, что когда Христос пришел, первое, что меня в нем удивляет, его отношение к детям. Мы живем в 21 веке и мы не так представляем, как это было в 1 веке, как люди относились к детям. К детям люди. Почему люди рожали детей? Потому что это была бесплатная рабочая сила. Вы знаете, почему родители не пускали детей к Иисусу Христу? Одна из этих причин, потому что они говорили, тебе надо работать. Некогда шляться непонятно где и с кем и слушать непонятно что. Тебе надо работать. И поэтому родители, это одна из причин, почему родители не пускали детей к Иисусу Христу. Во-вторых, дети, это шумные люди, правда? Подсядьте ближе сюда и послушайте, как они себя ведут. Мне иногда хочется цикать не на детей, а на родителей. Потому что что вы при... Чему вы приучаете ваших детей? Что вы им говорите, что церковь это самое скучное дело и Иисус это самый скучный человек, который есть? Потому что в его присутствии нельзя себя так вести, как тебя Бог создал. И если ты активный, значит нельзя быть активным. Иисус Христос... Вы подумайте, а вот о чем. Иисус Христос это был единственный учитель в Израиле, которого любили дети. Кого из нас в церкви здесь дети обожают? Кому они идут? Кому они вешаются на шею? Если вы действительно хотите любить, посмотрите, как Христос любил. Я поражаюсь одному мальчишке, который видел взаимность в Иисусе Христе, и он отдал ему своих пять хлебов и две рыбки. Это был его ланч на день, который мама ему приготовила, но для Иисуса Христа. Второе. Иисус Христос совершенно по-другому относился к другой самой пренебрежаемой категории людей в того времени. Это к женщинам. Иисус – величайшая личность, которая была рождена в этот мир. Иисус продемонстрировал на деле, что такое любовь. Он есть воплощенная любовь, и такой любви он жаждет от своих последователей. История, которую я хочу вам рассказать, записана в 4 главе Ивангелия Тиана. История такая. Иисусу Христу надо было из точки А попасть в точку Б, но дорога проходила не через самое лучшее место. Обычно люди, и тем более люди такого положения, как Иисус Христос, делали круг в 10 километров для того, чтобы не заходить, и даже, чтобы одежда не пропахла этими людьми, которые там живут. Но Иисус Христос не такой. Хотя Евангелие начинается от 4 глава вот с чего. Утрудившись написано. И Евангелист говорит, что Иисус Христос испытал те же самые чувства и ту же самую крепатуру, как и мы с вами. И ничем он сильно не отличается, если будем смотреть на его человечность. Утрудившись, сел у колодца и что он сделал? Послал своих учеников. Я устал, сходите вы в магазин. И вот он сидит у колодца и приходит в полдень женщина. И что он делает? Для читателей первого века на Древнем Ближнем Востоке это взрыв. Так себя раввины не ведут. Он начинает с ней разговаривать. Вести обычную, непринужденную беседу. Уже тем, что он заговорил с ней и показывает, что он к ней относится как к личности. И он говорит о том, что он знает, знает, что с ней произошло. Знает, как эта мясорубка ее жизни ее перекрутила и что у нее было пять мужей. Обычно богословам хочется подумать, что говорит о женщине, что у нее было пять мужей. Но Иисусу это не так важно. По крайней мере, когда мы читаем текст, мы понимаем, что Иисус Христос не зацикливается на этом моменте. Хочу вот что еще вам сказать, чтобы вы понимали, в первом веке нашей эры на древнем Ближнем Востоке женщина не могла подать на развод. У нее было пять мужей. О чем это говорит? Что возможно кто-то из них умер, мы не знаем. А возможно кто-то из них с ней развелся. И каждый раз, когда она вступала в очередной брак, на что она надеялась? С каждым браком ее социальная самооценка постоянно падала и падала и дошло до того, что мужчина ее один использовал. Потому что Христос сказал, тот, с кем ты живешь, он даже тебе не муж. И, быть может, она пришла в полдень именно за водой, потому что он, абьюзер, заставил ее идти за водой. И не думайте, что у нее были плохие отношения с людьми, как многие думают, потому что когда она пошла, эти люди, жители этого города, поверили ей и пошли за ней к Иисусу Христу. У нее с ними были хорошие отношения, но эта женщина искала любви. И каждый раз, когда она искала любовь, она искала ее в мужчинах, потому что так создана женская природа. И ее социальная самооценка падала, падала, падала. И сейчас она живет непонятно даже с кем. еще один момент. Она бедная женщина, потому что написано, что она сама пришла за водой. О чем это говорит? Что Иисус Христос смотрел на нее как на личность и непринужденно беседовал с ней о Боге. Евангелие от посланника говорит о том, кто окружает Иисуса Христа. 11 глава это сон, это проспект славы на небесах, где есть звезды в тротуаре, как на Голливуде. Веру Моисея, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное и греховное наслаждение и поношение Христа. Смотрите, автор показывает его шкалу ценностей. Христос для него был большим богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Дальше мы читаем, что еще скажу. Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараге, о Самсоне, о Фае, о Давиде, о Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали село огня, избегали острее меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Вау! А теперь посмотрите на 31 стих. Веру Раав, блудница, смиров, приняв сагладятов, что? Зачем, указывая Раав, надо подчеркивать, какой у нее был бизнес? Зачем? Посмотрите назад. Вы думаете, Гедеон был хорошим парнем? Почитайте внимательно книгу «Судей». Вы думаете, Самсон был таким, который исполнял целебат или целомудрие придерживался? Вы думаете, у Давида была пятерка в осместной школе по закону, когда он учил «не прелюбодействуй»? Почему? Здесь указана профессия Раав. Прочитайте первую главу Евангелия от Матфея. Какие женщины упоминаются в родословии Иисуса Христа? И как Христос смотрит к этим женщинам? Раав продавала любовь, но обрела ее в Иисусе. В первом веке на нашей эре, на Древнем Ближнем Востоке, роль женщины определялась только тем, какую роль в ее жизни играл мужчина. Иисус стирал стирал эти социальные барьеры. Вы знаете, что женщины ходили за ним и служили ему своим имением. Однажды был случай у Иисуса Христа, он пришел к Симону, знаменитый ужин. Когда вас приглашает кто-то на ужин, и когда вы приходите покушать, по крайней мере, я так чувствую, лишь бы ничего не ляпнуть, чтобы не испортить вечер. Но Иисус был совершенно другой. Переходит женщина, о которой все знали в этом городе. И знаете, что Иисус Христос разрешил? Даже его ученик один сказал, что, что она делает? Давайте пожертвуем в Польшу, а, эти деньги, давайте. А Христос говорит, нет, оставьте ее. И раввин позволил, позволил, чтобы эта женщина утирала его волосами и обливала его своими слезами. Это было у всех на виду. А дальше все думали, только чтобы никто не сказал ничего. Делаем вид, как будто ничего не можно, ничего не происходит. И что первое сделал Иисус? Задает вопрос, Сим, что такое любовь? Кого ты будешь больше любить? И в результате он говорит, вот что, кому много прочно, тот на самом деле понимает, что такое любовь. И как любить? И как другие начинают о тебе думать? Когда я влюбился в свою жену, мне было все равно, что про меня думать. Я реально был умопроморченный, потому что я влюбился в свою будущую жену. Это мне еще все равно, что вы про меня думаете, если я влюблен в свою жену. Иисус показывал свою сопричастность к женщинам, и это делал он из-за любви. На древнем Ближнем Востоке люди думали, что женщина нужна для того, чтобы рожать детей. Однажды был интересный сюжет. Луки 12, 27. ДБВ, это древний Ближний Восток. Когда же он говорил, это Иисус Христос, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие. Что вы ожидаете, какая будет реакция Иисуса Христа? Он мог сказать, спасибо, у меня действительно хорошая мама. Кстати, она меня родила, когда я был девственник, но вы знаете. Но знаете, как повел себя Иисус Христос? Христос сказал, блаженный, слышавший Слово Божье и соблюдающий Его. Иисус не считал, что высшее предназначение женщины, это ее деторождение, это то, что ее можно использовать. Материнство это почетное призвание, но оно не может быть главным и единственным. Если у вас нет детей, друзья мои, вы не все потеряли, вы не лишились призвания Иисуса Христа. Более того, если вы ставку своей жизни делаете на детей, прочитайте вторую главу книги Бытия, ваши дети вас бросят. И так установлено Богом. Кстати, хочу сказать вот что, тем, у кого есть дети, не оценивайте себя по тому, какими получились ваши дети. Предназначение мужчины и женщины в Иисусе Христе это уподобляться в его образ и нести эту любовь в этот мир. Вот для чего Бог нас создал, для этих добрых дел, чтобы демонстрировать его любовь здесь, на земле. Иисус показал, что такое настоящая любовь. Он показал, как любить больных, как относиться к людям, от которых нельзя ничего получить. Апостол Павел когда был трансформирован любовью Иисуса Христа сказал следующее, нет ни Елена, ни Иудея. Вы знаете, что до встречи с Иисусом Христом никогда бы в жизни Павел не сказал бы эту фразу. А сейчас он говорит, нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни не обрезания, варвар, скиф, раба, свободного, но все и во всем Христос. И дальше Павел говорит, кстати, они достигнули и я, как достиг меня он. Иисус Христос показывает подлинное отношение, которые должны быть между людьми. Язычник теперь наравне с евреем стираются все религиозные барьеры. Раб наравне с свободным. В первом веке нашей эры это была трансформирующая мысль. Женщины наравне с мужчинами. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Когда я готовлю проповедь, обычно я ее готовлю вместе со своей супругой. Мы вместе ходим, гуляем, рассуждаем и обдумываем, о чем мне проповедовать. На этой неделе мы с ней гуляли и думали. Я задал ей один вопрос. Говорю, Надюш, какое самое сильное искушение было у Иисуса Христа? Ну вот в чем его слабость? В чем его пытался подглавить Иисус, сатана? На что она ответила, я думаю, что самое сильное искушение Иисуса Христа не выполнить то предназначение, для которого поставил меня Отец. И правда. Вспомните, на горе преображения, да? Ну это же гораздо легче поклониться, чем взойти на крест. это гораздо легче. И по мере того, как приближался Иисус Христос к своему страданию, Он все больше и больше говорил о том, что Его ждет. Вы знаете, есть такая пословица, что болит, то и говоришь, да, как-то. О чем болит, о том и говорит. И у Иисуса Христа действительно это болело. И когда мы читаем Евангелие, чем ближе мы приближаемся к дате Его смерти, тем Он больше и больше говорит о том, что Его ждет. Потому что это действительно его это болело. Когда-то его ученик сказал, хватит об этом думать. Ну что ты постоянно? Знаете, как он на это отреагировал? Это где от меня сатана. Я представляю, что происходило в Гефсиманском саду. На самом деле это сложно представить, какую цену он заплатил, когда он стоял, молился, когда пот и капли крови были вместе у него на голове. Когда он просил отец, если можно, доминует меня эта чаша. И потом он висел на кресте. И люди смеялись, люди плевали в него. И даже кричали, ну ладно, хватит, достаточно, если ты уже все доказал. садись со креста. И, друзья мои, уверяю вас, при каждой этой возможности Христос имел возможность сойти со креста. Но почему он это делал? Я думаю, ответ только один. Да потому, что он нас любит. Да потому, что он нас любит. И даже тем людям, которые причиняли ему несправедливую, незаслуженную злость, он говорил. И когда пришли на место, называемое Алобное, там распяли его у злодеев, одного по праву, другого по левую сторону, Иисус же говорил, отец, прости. Вы когда-нибудь замечали, когда вашего ребенка на детской площадке кто-то обидит? Или, может быть, вы наблюдали, как родители реагируют, особенно молодые мамочки, у которых первый только ребеночек, как они сразу же подлетают и начинают разнимать? Вы думаете, отец не мог так сделать со своим сыном? Когда он видел, как относится творение к своему творцу, и тут он услышал голос своего сына, отец, не надо, я их люблю. Это потому, что я их люблю. Впрочем, имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. Церковь в Ефесе на самом деле надо признать хорошая церковь. Я бы хотел туда ходить. Церковь в Ефесе, чем она уникальна? Там была мама Иисуса Христа, ее там похоронили в Ефесе, до сих пор есть ее могила. В церкви в Ефесе был апостол, вернее, пастором сам апостол Ян. А вы знаете, как называли Яна? Апостолом любви. Церковь в Ефесе это замечательная церковь. Павел предупреждал, что у них будут уже учителя и какие-то волки будут к ним приходить. И церковь стояла в истине. В церкви в Ефесе был епископом молодой проповедник, молодой пастор Тимофей. Церковь в Ефесе там принимали и молодых, и пожилых. Там правильно относились к вдовам. Но Христос обращается к этой церкви и говорит, я все ценю. Я ценю то, что ты делаешь, но имею только одно. Друзья мои, можно говорить очень много хороших вещей. Можно говорить на русском, на английском, на ангельском, но если любви не имеешь. Можно много им заниматься. Можно быть активным в церкви. Можно делать проекты, можно строить определенные стратегии, можно делать видение свое. Можно даже много жертвовать. А если любви не имеешь? Да что там про дела? Давайте поговорим про вас с вами. Можно отдать даже тело свое на сожжение. Кстати, вы знаете, как пахнет сожженное тело? Но если любви не имеешь, ты ничто. Вы понимаете, что Христу не так важно то, что ты делаешь? А любишь ли ты меня? 21 глава Евангелия Триана это поразительная глава. Кстати, это доказательство того, что мужчина умеет хорошо готовить, кушать. Иисус пожаловал рыбу, приготовил хлеб. Голодные ребята пришли с ночной смены кушают. И вот он встречается со своим любимым учеником, с одним таким учеником, которого отрекся. Какой вопрос задал Иисус Христос? Любишь ли ты меня? Я еще вот к чему поражаюсь в Евангелиях. Мне нравится только те сюжеты. Мне все нравится в Евангелиях, но вот те, о которых пишут все четыре евангелиста, особенно важны. Есть один сюжет, который я не до конца понимал до недавнего времени, почему все четыре евангелиста повествуют о том, что когда пришли первосвященники и слуги и солдаты за братья Иисуса Христа в Гефсиманском саду, отрубили ухо рабу. Почему это важно в Евангелии и все четыре евангелиста об этом говорят? Иисуса Христа. Марк, Лука, Матфей не упоминают, как звали этого человека, кто отрубил, как звали того, кому отрубили. Ян своей дотошности и вот такой меланхоличной точности говорит, что это был Петр. И раб, которому отсекли ухо, звали Мавх. Джон Орберг предлагает попредставлять, как это могло выглядеть. Он говорит, представьте, вот Петр выхватывает меч, подлетает к Малху, рубает его по уху и тут вступается Иисус Христос, подходит к нему, говорит, простите, пожалуйста, моего ученика, он очень вспыльчив, я сам с ним уже три с половиной года мучаюсь, позвольте, я вам ваше ухо исцелю. Зачем этот сюжет? А дальше Джон говорит, а представьте, как этот Малх пришел домой после ночной смены к жене, говорит, дорогая, у меня есть две новости, одна хорошая, одна плохая, какую сказать, ну, плохая, я потерял ухо, хорошая, я тебя слышу. Он говорит, у меня была интересная смена сегодня. Сегодня мы пришли взять одного учителя и вот его последователи отсек мне ухо, а учитель исцелил. Ловите мысль, последователь отсек отсек мне ухо и только учитель исцелил ран. И дальше Орбин приводит такой вывод. Влияние Иисуса распространяется вопреки сопротивлению его врагов, а часто и вопреки деятельности тех, кто якобы является его последователем. быть может кто-то вас из христиан обидел и отсек вам ухо. Быть может последователи Иисуса Христа действительно сделали вам очень больно и вам тяжело. Только учитель может восстановить эту боль. подумайте о том, кто был Иисус Христос. Какой любовью Он был наполнен. Христос не просто призывает нас любить, Он и есть любовь. Он призывает нас жить им. Мы сейчас будем петь, я попрошу музыкантов подняться на сцену. Но послушайте слова, которые обращает сегодня Иисус к своей церкви. Я знаю твои дела. Я знаю, как ты живешь. Я действительно знаю все, что с тобой происходит. Я не просто знаю твои дела, я знаю твои мотивы. Но только одно имею против тебя. Ты оставил первую, главную свою любовь. Поэтому покайся. Друзья мои, поэтому Христос призывает покайся, Он всегда дает шанс. В этом даже я вижу Его любовь. Покайся. И твори прежние дела. То все хорошо. Настрой отношения со мной. Покайся. Я не знаю, может быть, действительно вам причинили боль последователи Иисуса Христа. Может быть, вы настолько засуетились в этих делах для Иисуса Христа, что забыли Иисуса Христа. Как Он относился к детям, как Он относился к женщинам, как к бедным, как больным, как врагам. Друзья мои, давайте мы поднимемся и перед тем, как мы начнем петь, послушайте вот какую мысль. Христос никогда не призывает к тому, что не делал Он Сам. Будем петь. 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 Храни, пусть Тебя Бог, Я ведь милость свою и благослови с Тобой. Да пусть пребудет, да смит Тебе. Да пребудет с Тобой Бог, Да презрит Он лицом Своим на Тебя. Засчитай, пусть будет, да смит Тебе. Аминь, аминь, аминь. Аминь, аминь. 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 Аминь, аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь, Аминь, Аминь Аминь, Аминь 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 Аминь, Аминь Аминь, Аминь Аминь, Аминь Аминь, Аминь, Аминь Аминь, Аминь, Аминь Аминь, Аминь Аминь